Очень хороший романтический фантастический фильм «Привидение» вышел в 90-м году в главной роли с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. Бюджет фильма был 22 миллиона, а заработал он около 500 миллионов и имел огромный успех. Фильм стал самым коммерчески успешным в 90-м году, обогнав по кассовым сборам фильм «Красотка», «Один дома», «Крепкий орешек 2», «Славные парни», «Эдвард руки-ножницы», «Назад будущее 3», «Хищник 2», «Вспомнить все» и многие другие фильмы. Фильм «Привидение» номинировался на «Оскар» за лучший фильм, монтаж и музыку, а принес два «Оскара» – «Оскар за сценарий» и «Оскар лучшей актрисе Вупи Голдберг». Уже прошло почти 50 лет с тех пор, как чернокожие получали «Оскар». Вупи Голдберг получил роль благодаря тому, что на ее кандидатуре настоял Патрик Суэйзи, так как агент Вупи Голдберг сказал, что студия не хочет ее, потому что они считают, что она слишком известная. Но несмотря на это, еще куча чернокожих известных женщин проходили пробы, включая Тина Тернер, Опру Уинфри. Вупи также получил за роль в «Привидении» «Золотой глобус». Патрик Суэйзи сказал, что он не будет продолжать пробоваться с другими актрисами до тех пор, пока ему не дадут пройти пробы и прочитать сцены вместе с Вупи. В итоге они вместе проходили пробы и Вупи Голдберг утвердили на роль. А за роль в «Привидении» Патрик Суэйзи получил 2 миллиона долларов. Изначально персонаж Вупи Голдберг был реальным медиумом, но после доработки сценария, скорее всего Джерри Цукером, который любит комедии, ее персонаж стал шарлатанкой. А на главную роль Сэма Уитта рассматривалось много актеров, включая Брюса Уиллиса, который тогда был мужем Дэми Мур. Но он отказался от роли и считал, что фильм провалится. И я думаю, он убедил в этом и Дэми Мур, которая в фильме играла очень железно и деревянно. Позже Брюс Уиллис согласился на роль в подобном фильме, который назывался «Шестое чувство» 99-го года и не прогадал. И кстати, я молодой инца Феррари и вы на канале «Ай люблю людей». Режиссер фильма «Привидения» Джерри Цукер сказал, что только через мой труп главную роль получит Патрик Суэйзи, так как Патрик стал ассоциироваться уже на тот момент с боевиками, потому что он снялся в фильме «Дом у дороги» 89-го и прочих подобных. Но на пробах Патрик Суэйзи очень хорошо показал себя и был выбран на роль в «Привидении». Скорее всего, студия настояла на его кандидатуре. Режиссером «Привидения» стал Джерри Цукер, который известен комедиями. Также он был одним из сценаристов фильма «Солянто по кентукийски» 77-го, режиссировал комедию «Аэроплан» 80-го, очень неплохую комедию, которую вы, возможно, пропустили под названием «Совершенно секретно» 84-го с Вэлом Килмером, комедию «Безжалостные люди» 86-го с Дэнни Дэвито, «Алло, Дебби? Дебби сейчас не может говорить, она мне сосёт, у неё рот занят. Давайте я перезвоню, когда кончу. Люблю, когда они туда попадают». «Первый рыцарь» 95-го, «Крысина и бега» 2001-го. Джерри Цукер женат, есть двое детей, а фильм «Привидения» стал его единственным серьёзным фильмом. Сценарист Брюс Джоэл Рубин получил Оскар за сценарий фильма «Привидения». Он написал сценарий ещё в начале 80-х и с тех пор пытался продать его. Также он писал сценарий к фильму «Лестница Якова» 90-го, «Столкновение с Бездой» 98-го. А идею для сценария фильма «Привидения» он взял из «Гамлета», где тот просил отомстить за убийство. «Взаимно, скажи, взаимно». «Взаимно». «Взаимно». Слово «взаимно», которое говорил Сэм Молли, говорил сценарист Брюс Джоэль Рубин своей девушке, когда учился в школе. Джоэль буквально плакал, когда узнал, что режиссёром выбрали Джерри Цукера, так как он мечтал, чтобы фильмом занялся серьёзный режиссёр, типа Скорсезе или Спилберг. А Дэми Мур и Джерри Цукер очень часто спорили и скандалили на съёмках фильма «Привидения». Несмотря на все проблемы во время съёмок, Дэми получила за роль 750 тысяч долларов, и дальше её карьера стала подниматься в гору. Почему ты это делаешь мне? Поминутно разберём интересные факты в «Привидении». На 2.57 Молли говорит, что здесь очень много пространства. «Спальню мы сделаем наверху, а здесь останется много места». «Зачем?» «Просто так». То есть она уже планировала квартиру для будущих детей. «Взаимно, скажи взаимно». Слово «взаимно» Михалёв по-английски не знал и произносил его так, как слышал. «Я тебя правда люблю». «Дидо». «Дидо». Слово пишется «Дидто», но Михалёв услышалось «Дидо». Он не понимал, что такое. И так до конца фильма он и дидосил. «Взаимно». «Скажи ей «Дидо». Что такое «Дидо». «Дидо». «Ты говоришь только «Дидо». «Дидо» — это красивое и приятное слово, но это не то же самое, что я люблю тебя. «Дидо». 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 И сцену, в которой играет эта музыка, пародировали ещё в комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсоном, в мультике «Гриффины», который в оригинале называется «Семейный парень». Также эту сцену пародировали в сериале «Два с половиной человека» и «Ещё много где». «Сема» убивают на 20-й минуте в подворотне при попытке ограбления. Точно так же, как Томаса Уэйна в фильмах про Бэтмена. На 46-й минуте Сэм поёт песню «Я Генри Восьмой». В оригинале эту песню поёт британская рок-группа 60-х годов «Hermans Hermits». Там поётся про то, что у женщины было семь мужей по имени Генри, и вот теперь вновь её муж Генри, и поэтому он получается Генри Восьмой. На 1.3504 Сэм говорит, что вас похоронят рядом с Джимми Хоффа. Вас похоронят рядом с Джимми Хоффой. Тебя похоронят рядом с другими мошенниками. Джимми Хоффа был профсоюзным лидером, которого по слухам закопали в 1975 году, и до сих пор его тело не нашли. Про Джимми есть фильм под названием «Хоффа» 1992 года с Дэнни Давито и Джеком Николсоном. Кому интересно, можете глянуть. Орёв теней из ада на 1.5705 – это сильно замедленный детский плач. У фильма «Привидение» не было продолжения, хотя, оказывается, есть японский ремейк, вышедший в 2010 году. В 2010 году вышел ремейк на «Привидение» под названием «Привидение вновь в твоих руках» или «Хочу ещё раз обнять тебя». Это японский фильм с актёрами Нанако Мацушима, которая играла в «Звонках» 1998 и 1999, и японским актёром Сон Сынхоном. Суньхунь в чаю. Фильм с русскими субтитрами лежит на торрент-трекерах, можете поискать при желании, посмотреть. В ремейке «Привидением» становится девушка уже. На 17.40 там схожая сцена с глинамесом, и на 21.12 знаменитая песенка в другом исполнении. На 24-й минуте он говорит, что любит её, а она отвечает «Знаю-знаю». Это аналог слова «Взаимно» в «Привидении» 90-го года. На 30-й минуте тут они даже репетируют свадьбу, а на 36-й минуте девушка стукается головой о землю и умирает. На 40-й минуте схожая сцена в больнице. И на 50-й минуте точно такая же сцена, как в «Привидении» 90-го. На 52-й минуте она прыгает через дверь, так же, как и Сэм в «Привидении». А на 57-й минуте японская Одомей повторяет имя главной героини. На 1.0.1.0.4 она говорит «Знаю-знаю». Это те же самые слова, которые девушка говорила при жизни. Далее опять схожая сцена. Девушка кричит, что у неё была жизнь, но она потеряла её из-за подруги. Такая же сцена была с Сэмом, который кричал на своего друга и был зол на него. На 1.10.04 подруга проливает себе на титьке кофе. Точно так же, как Карл из «Привидения» 90-го года. На 1.12.47 она прыгает с моста в скорую, прямо как «А нет, такой сцены не было в «Привидении». Это уникально, браво». Хотя, подобное было в «Людях в чёрном». Далее маленькая японская девочка учит новое «Привидение» толкать вещи. Молодец, пацан! А на 1.17.14 показывают японский Windows, видимо Харакири Эдишн. На 1.22.25 в японскую «Одо Мэй» вселилась девушка-призрак. Подобная сцена была и в «Привидении» 90-го. И на 1.30.32 говорят название фильма «Ещё раз хочу обнять тебя». Далее ближе к концу фильма «Одо Мэй даёт своё тело для вхождения», и они начинают обниматься. Потом парень превращается в восьминога с пенисами вместо щупалец, а она в восьмилетнюю школьницу. И начинает стонать детским голосом, и они занимаются классическим японским коэтусом. Лобок там у девушки закрыт мозаикой, но зато показывают, как она испражняется ему на грудь. Он жуёт её каку, запивая саками и саке. Его тошнит и рвёт, и потом они вместе едят это палочками для еды. В общем, всё культурно, по-японски, в рамках приличия, без европейских извращений. На 1.39.20 появляются тени и забирают плохого парня в ад. А в конце фильма, на 1.48.00, она говорит, что любит его, и он ей отвечает «Знаю, знаю». Уникальных сцен в этом фильме почти нет, так как всё повторяется из «Превидения» 90-го года. Но, видимо, для Японии это было нужно, поэтому фильм и сняли. Ремейки делают не только Филипп Хардкоров. В 2011-м вышел даже мюзикл «Превидения», основывающийся на фильме. Также планировался сериал в начале 2013-го, но до сих пор так ничего не вышло. Теперь расскажу об актёрах фильма «Превидения». Веганка Деми Мур, ударение в имени у которой на букву «И», а не «Е», играла Молли Дженсен в фильме «Привидения». Вообще, настоящее имя Деми Мур – Деметрия Джин Хармон. Ей на август 2018-го 55 лет, а родилась она 11 ноября 1962-го. Она в детстве страдала косоглазием, но это исправили двумя операциями. Выросла в неблагополучной семье, бросила школу в 16 лет и стала работать моделью. Перестала общаться с матерью, которой часто выпивала. Стала употреблять запрещенные вещества. Стала сниматься голенькой для рекламы различных товарах и в дроч-журналах. В 80-м году она вышла за музыканта Фредди Мура, с которым развелась в 85-м. Также в этот период она занималась музыкой и написала тексты для трёх песен. А впервые на экранах Деми Мур появилась в фильме «Выбор» 81-го. Затем была в фильме «Паразит» 82-го. Появилась в сериале «Главный госпиталь», в фильме «Огни святого Эльма» 85-го, на съёмках которого познакомилась Семилио Эстевесом, и они даже были вместе помолвлены, но разошлись. Также во время съёмок в фильме «Огни святого Эльма» у Деми Мур были проблемы с наркотиками, и она часто приходила обдолбанной. За это режиссёр Джоэл Шумахер её ругал и даже пару раз выгонялся в съёмочной площадке. В «Огнях святого Эльма» Деми Мур играла девушку, у которой проблемы с наркотиками. После этого фильма Деми перестала употреблять, и этот фильм помог изменить её жизнь. В 87-м году Деми вышла замуж за актёра Брюса Уиллиса, с которым была вместе до 2000-го года. У них за этот период родилось три дочки, а когда она рожала первую свою дочку, Румер Уиллис, то они даже наняли трёх операторов, которые снимали роды Румер Уиллис. Затем номинировалась на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Привидения 90-го», снималась в фильме «Одни неприятности 91-го», за 2,5 миллиона снималась в провальном неинтересном фильме «Жена мясника 91-го» с Джеффом Дэниелсом, играла в фильме «Несколько хороших парней 92-го», за 5 миллионов снималась в фильме «Непристойное предложение 93-го», за 12,5 миллионов играла в фильме «Стриптиз 96-го», озвучивала Эсмеральду в мультике «Горбун из Нотр-Дама 96-го», озвучивала тёлку в полнометражном мультике «Бивис и Батхет уделывают Амелику 96-го», где персонажа её мужа озвучивал Брюс Уиллис, который был в это время мужем Дэми Мур. Снималась в фильме «Солдат Джейн» 97-го года, за который получила премию «Золотая малина как худшая актриса», была в фильме «Ангелы Чарли» 2003-го. В 2005-м году Дэми вышла замуж за актёра Эштона Кучера, который младше неё на 15 лет. Пробыли они в браке до 2013-го, а в 2015-м Эштон вышел замуж, женился на актрисе Милли Конис. У них уже двое детей. Далее Дэмко была в фильме «Семейка Джонсон» 2009-го с Давидиком Духовным, «Очень хорошие девочки» 2013-го, «Очень плохие девчонки» 2017-го и др, и многом др, и др-др-др. Патрик Уэйн Суэйзи играл Сэма Уитта в фильме «Привидение». Он умер 14 сентября 2009-го года от рака поджелудочной железы в возрасте 57-ми лет. А родился Патрик 8 августа 1952-го года в Техасе, США. В детстве он занимался балетом, катался на коньках, играл в футбол, занимался единоборством ушу, тейквондо, тейквон после, айкидо, айки после, участвовал в театральных постановках. Далее Патрик женился на будущей актрисе Лидзи Ниеми, с которой был вместе до самой своей смерти. После смерти она выпустила книгу, в которой рассказала об их отношениях с Патриком. Затем, переехав в Нью-Йорк, профессионально танцевал в бродвейских постановках, а впервые он появился на экранах в фильме «Скейттаун» США 79-го. Затем был в фильме «Блудный сын» 80-го, «Изгои» 83-го, «Красный рассвет» 84-го, играл в фильме «Грязные танцы» 87-го, за которые номинировался на премию «Золотой глобус», рассматривался на роль Мартина Рикса в «Смертельном оружии», отказался от роли в фильме «Танго и кэш» 89-го и играл в фильме «Дома дороги» 89-го же. Затем рассматривался на роль Бэтмена, номинировался на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Привидения» 90-го. В 90-х Патрик Суэдди прошел лечение от алкоголизма. Далее снимался в фильме «На гребне волны» 91-го с Киану Ривсом, «Отчаянный папа» 93-го, «Легенда дикого запада» 95-го, номинировался в третий раз на премию «Золотой глобус» за роль Пидорчука в фильме «Вонг-фу» с благодарностью за всё Джулиан Юмайер 95-го, где также Пидорчука играл Уэсли Снайпс и Джон Легуизаму. Затем Патрик играл в фильме «Чёрный пёс» 98-го, появился в паре сцен в фильме «Донни Дарка» 2001-го, про который есть отдельный ролик на канале. Почему ты ходишь в этом дурацком костюме кролика? Почему ты ходишь в этом дурацком костюме человека? Был в фильме «Одиннадцать четырнадцать» 2003-го, появился в «Грязных танцах» 2 2004-го. Этот фильм является одним из худших продолжений в киноиндустрии. Затем Патрик был в фильме «Молчи в тряпочку» 2005-го, «Миллион на Рождество» 2007-го, «Прыжок» 2008-го. В 2008-м году у Патрика очень сильно заболел живот. Ему сделали полное обследование, в ходе которого обнаружили, что у Патрика уже рак поджелудочной железы четвертой стадии, самый последний, после которой только смерть. Также сообщали, что ему удалили часть желудка, подвергли его радиооблучению, после которого у него выпали волосы. А также Патрик в последние годы очень плохо себя чувствовал и был очень слаб. Также он сильно потерял в весе. Последним фильмом для Патрика стал «Окись» 2009-го года, который снимался еще в 2007-м. В январе 2009-го Патрика госпитализировали с диагнозом пневмония, но выписали пару дней спустя. А в апреле 2009-го у Патрика начались метастазы в печени. Это распространение рака в другие органы. И в сентябре уже его не стало. Кэрин Элэйн Джонсон, известная как Лупи Голберг, играла Оду Мэй Браун в фильме «Привидение». Ей на август 2018-го 62-го года, а родилась она 13-го ноября 1955-го. Она еще была в нескольких сериях сериала «Детективное агентство Лунный свет» 80-х, играла в фильме «Джек Попрагун» 86-го, «Смертельная красотка» 87-го, «За 7 миллионов» играла в фильме «Сестричка Действуй» 92-го, а затем была и вторая часть фильма в 93-м. Далее Вупи появилась в начале фильма «Заряженное оружие» 93-го, который является пародией на «Смертельное оружие», была в сериале «Звездный путь», в фильме «Сделано в Америке» 93-го с Уиллом Смитом, озвучивала гиену Шензи в мультике «Король лев», играла в фильме «Прерванная жизнь» 99-го, «Крысиная бега» 2001-го, озвучивала стретча в истории «Игрушек 3» 2010-го, была в «Чебурашках ниндзя» 2014-го и «Дор». Вупи встречалась с актером Фрэнком Лангелло, который мне известен по озвучке «Лучника» в фильме «Солдатики» 98-го. Также она была трижды замужем и у нее есть ребенок, а свое прозвище Вупи она получила, когда работала в театре, потому что часто пукала, как подушка-пердушка, по-английски «Вупи Кашин». Винсенс Киавелли, игравший в «Призрака» в «Метро», умер 26 декабря 2005-го от рака легких. В фильме «Привидение» его персонаж был заядлым курильщиком и очень хотел покурить еще разок. Все на свете отдал бы за тяжку. От этого же и страдал Винсенс Киавелли. Он еще был в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» 75-го, «Беспечные времена в Риджмонд-Хай» 82-го, в фильме «Бэтмен возвращается» 92-го, в фильме про Джеймса Бонда «Завтра не умрет никогда» 97-го, и «Многом дыр». Тони Голдуин играл Карла Бруннера в фильме «Привидение». Ему 58 лет на 2018-й, и он впервые появился на экранах в фильме «Пятница 13-е» «Джейсон жив». Это шестая часть серии фильма «Пятница 13-е». Еще он снимался в фильме «Шестой день 2000-го» со Шварцем, в «Последнем самурае 2003-го», в фильме «Механик» 2011-го, а также он работает режиссером и режиссировал в фильме «Прощайный поцелуй» 2006-го, «Приговор» 2010-го, несколько серий сериала «Декстер» и многое дыр. Он женат, есть двое детей. Рик Авелес играл Вилли Лопеса в фильме «Привидение». Рик умер в 42 года 17 марта 1955-го от СПИДа, который получил, когда кололся героином. Он также был в фильме «Крестный отец 3» 90-го, «Путь к Орлито» 93-го, «Водный мир» 95-го и многим дыр. Фил Литц, игравший призрака в больнице, умер в 82 года 16 августа 95-го от пневмонии. Он еще появился в сериале «Друзья», «Альф» и многим дыр. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Также схожие ролики есть в описании к этому видео. Можете глянуть. Хочу сказать отдельное спасибо тем, кто постоянно меня поддерживает на сервисе Patreon. Это Альфред, Сергей Чернов и Серега Шелест. Спасибо, ребят, за постоянную поддержку. Всегда есть поддержка. Всегда благодарю вас за это. И также есть еще несколько людей, которые также поддерживают меня на сервисе Patreon. Также спасибо вам. Также планировался сериал в начале 2013-го, но до сих пор ее персонаж стал шарлатанкой. А свое прозвище Вупи она получила, когда работала в театре, так как сильно пердела. Так как много пукала, блядь. Как подушка пи***я. Вупи она получила, когда работала в театре еще. Ой, блядь, забыл. И все, и все забыл. Молодец. Блядь, какая память, блядь. За пять лимонов снимался в непристойное предложение покакать на грудь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Так. Дымим, блядь. Дебил. А заработал он. А-а-а. Но несмотря на это, еще куча чернокожих, известных же и лянщин. И не прогадал. А-а-а-а. И дальше ее карьела, карьела, выросла она в небога... Выросла в небога... Блядь. Выросла в неблагополучной семье, стала употреблять... Стала употреблять... Блядь. Стала употреблять... Блядь. Пизу... Стала лизать, блядь. Затем Патрик был в фильме Молчи в тряпочку 2005-го. Зрачи в тряпочку. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе.